Здравствуйте! С вами календарь рыбалова от портала Трофей. На этой неделе дожди наконец закончатся и сквозь тучи проглянет солнце. Дневная температура поднимется до плюс семи градусов. Ночная не опустится ниже минус двух. Словом, хорошая ноябрьская погода. С похолоданием щука окончательно покинула мелководье и снизила интенсивность клёва. То же самое можно сказать и о судаке. Лишь окунь не оставляет свои любимые бровки, не забывая посещать их утром и вечером. На этих же местах он возобновит клёв спустя пару недель, после ледоставок. Пожалуй, окунь – единственная хищная рыба, которую можно ловить сейчас в береге. В ветреную погоду могут сработать затяжки. Участки спокойной воды с подветренной стороны камышей, мысов, особенно густих заливов. Сюда во время ветров собирается не только водная живность, но и любитель вкусненького – издесущий окунь. Приманки для ловли полосатых матросов и боцронов остаются прежними. Небольшие силиконовые твистра и выброхвосты. Бывает, удаётся соблазнить окуня мелкой колебалкой. В дни, когда окунь не хочет клевать, оптимальной будет ультралёгкая снасть с монолесской накатушкой. Такая снасть позволит максимально тонко управлять наживкой. Именно в эти дни может понадобиться и съедобный силикон. Когда же окунь клюёт активно, подойдёт более жёсткий спиннинг. Активный окунь атакует практически любую небольшую приманку и, как правило, самозасекается. Особая тонкость здесь не нужна. Щука и судак уже ушли на глубины. Лишь здесь, на глубинных бровках, можно ожидать поклёвку этих хищников. Значит, для успешной ловли судака и щуки следует вооружиться силиконовыми приманками, тяжёлыми джигголовками, эхолотами и отправиться на поиски подводных аномалий. Где-то здесь, возможно, вас и ожидает заветный торфей. Ведь истинные любители спиннинговой ловли не оставляют надежд поймать свой торфей, посещают водоёмы, то ли заставы. Да и рыбалка – это не только ожидание поклёвки и полные эмоции вываживания, но и день, проведённый на свежем воздухе, дружеское общение, отдых после рабочей недели. Вторая половина ноября – подходящее время, чтобы сделать профилактику летних снастей и плос средств. Сейчас, когда рыба не очень активна, пришло время мелкого ремонта надувных лодок, а также консервации лодочных двигателей. Также не лишним будет привести в порядок летние снасти, чтобы весной, сломя голову, не бежать в магазин, а просто взять всё необходимое, заготовленное с осенью, и отправиться на весеннюю рыбалку. Многие рыболовы посвящают так называемое межсезонье подготовке зимних снастей перед сезоном ловли со льда, а также покупке снастей новых. Именно сейчас, ещё до начала зимнего сезона, желательно убедиться в остроте ножей ледобуров, прочности лески на зимних удочках, а в случае необходимости – заточить ножи и заменить леску свежей. Пройдёт ещё неделя-другая, и ледяное дыхание севера скуёт панцирем украинские водоёмы. Наступит в перволёде праздник рыболова. А пока ловим окуня, консервируем летние снасти и готовимся к зимней рыбалке. До встречи на воде! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok